Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о прекрасном растении древности ципирус или папирус. Более трех тысяч лет назад изобрели технологию изготовления папирусов из ципируса. И сейчас мы можем видеть это мастерство. Из него также изготавливали корзины, различные циновки, употребляли плоды ципируса в пищу. Если вы хотите, чтобы это растение росло у вас в доме и радовало вас своим эстетическим видом, нужно его постоянно увлажнять, так как оно не приемлет вообще сухой почвы. И также ставить его можно возле водоемов, весной выносить на улицу. Он хорошо очень вписывается в зимние ботанические или зимние частные сады. Растение можно погружать полностью с вазоном в водоем. Часто используют ципирус в водных зимних садах, в аквариумах. Выносят его на улицу и садят в водоемы, прямо погружая с вазоном в сам водоем. Он не боится переувлажнения, как я вам уже ранее сказала, боится сухости. И также темных закрытых помещений. Если вы хотите, чтобы это растение радовало вас в вашем доме, я вам советую светлое рассеянное место и очень много полива. По земле и удобрениям нетребовательным. Можно раз в сезон поменять ему землю и пересадить побольше объемом в вазон. И удобрения вносить только в весенний и летний период. На этом я прощаюсь. До свидания.